Здравствуйте! В эфире телекомпания Город. Мы представляем обзор рязанских событий, а также комментируем темы, которые вызывают общественный резонанс. Вот что вы увидите сегодня в программе «Время говорить». Рязанско-украинский день знаний вместе с маленькими горожанами в ближайший понедельник придут в школы нашей области дети беженцев. Позвони мне, позвони, рязанская мэрия приглашает горожан задавать вопросы по коммунальным проблемам в режиме горячей телефонной линии. Не посрамим, рязанские хоккеисты намерены показать в новом сезоне успешную игру. Начнем с главной для всех темы подготовки к первому сентября. В принципе, дело оно не новое. В школу каждый год подтягиваются и выпускники, и первоочки. Однако в этом сентябре в российские классы придут украинские ребята, которые вместе с родителями бежали из-под смертельного артобстрела. На федеральном уровне власти уже пообещали, что все маленькие беженцы смогут пойти в школы. Так, вчера в интервью Центральным информагентством первый замминистра образования и науки Наталья Третьяк сообщила, на сегодняшний день 79 из 85 регионов России приняли детей с Украины. Все они 1 сентября придут в образовательные учреждения и начнут учебный год. Рязанское Минобразование сообщает, что сейчас на территории области находится более 2000 переселенцев, из них 623 ребенка. 282 из них устроены в школы и детские сады. В средних учебных заведениях планируют обучаться 42 человека. Сегодня в программе фрагмент интервью с заместителем председателя регионального правительства Еленой Царевой, как раз по поводу обучения в рязанских школах украинских ребят. На данный момент у нас около 3000 граждан Украины на территории региона прибывают и почти 900 детей. И вот из этих 900 детей в образовательные учреждения с 1 сентября у нас пойдут больше 300. Это самые последние новые данные. Да, это последние данные, но мы в любом случае с вами понимаем, что у нас и новые граждане прибывают, и этот процесс у нас еще будет продолжаться. В образовательные учреждения дошкольного образования мы тоже записываем ребяток, и чуть больше 70 человек у нас уже определены в детские сады. Но основной все-таки упор мы сейчас делаем на образовательные учреждения. И задача здесь стоит очень важная, даже в первую очередь, конечно, адаптировать к школьной программе, но и адаптировать вообще. То есть вопрос социализации является очень актуальным. Эта задача стоит и перед директорами школы, перед классными руководителями. Задача объяснить этим ребятам, нашим ребятам основные какие-то вопросы с тем, чтобы минимизировать вот это время притирок друг к другу. Полностью интервью с Еленой Царевой мы планируем показать как раз 1 сентября. Что же касается взрослых беженцев, то известно, что каждый третий переселенец, из обратившихся в региональную службу занятости, уже получил рабочее место. В ближайшее время в нашей области будет продолжена работа по организации ярмарковакансий для вынужденных переселенцев. Это данные по беженцам на сегодня. Ну, открывает нашу программу репортаж Оксаны Тебенихиной из 54-й Рязанской школы, где тоже будут учиться украинские ребята. В преддверии 1 сентября школа номер 54 открыла свои двери для нашей съемочной группы, чтобы репортеры первыми смогли дать оценку тому, насколько хорошо и качественно там был проведен капитальный ремонт. И нам понравилось. Все лето по коридорам и кабинетам разносились звуки дрелей и бензопил, а команды и переговоры рабочих велись, наверное, исключительно на русском литературном языке. Еще бы ремонтировался дворец знаний. Все трудились, не покладая рук. Главное теперь успеть как следует разгрести и ликвидировать строительный мусор до того, как прозвенит звонок на первый в этом году урок. Сделаны некоторые фасадные ремонтные работы. Кроме этого, сделан очень большой ремонт на сумму чуть больше 17 миллионов по замене дверей, окон. Меняется отопительная система. Сделан ремонт стен, некоторых кабинетов. Средственно капитальный ремонт, в котором так сильно нуждалась школа, были выделены из городской казны. Детвора будут очень рады обновленному дизайну школьных коридоров, спортивного и актового залов. В такой обстановке учиться и проводить большую часть дня куда приятнее. Кроме того, в этом году в 54-ю школу пойдут учиться сразу пятеро ребятишек с Украины. В этом году глобальный капитальный ремонт был проведен в двух школах Рязани, в 39-й и, собственно, в 54-й. И это весьма позитивный момент. В конце концов, если уж говорить о всевозможных реформах образования и новейших методиках преподавания, то и обеспечиваться этот высокоинтеллектуальный процесс должен в соответствующих условиях. А то как-то не укладывается пазл в логическую картинку. Согласитесь, весьма нелепо смотрятся современнейшие компьютеры и интерактивные доски в окружении битых стекол и скрипучих полов. Согласитесь, весьма нелепо смотрятся. Как уж там начнется новый учебный год, как говорится, время покажет, однако уже известно о первой российской загогулине в системе образования. Как известно, в феврале 2013 года наш президент заявил о том, что для средней школы надо разработать единый учебник истории России. Он должен быть написан хорошим русским языком без каких-либо внутренних противоречий и двойных толкований. Ну а если президент предложил, то все остальные должны ответить есть. Так уж у нас повелось. А потому Минобразование срочно приделось разрабатывать проект. Однако нашла коса на камень. Оказалось, что создать учебник истории без противоречий и двойственных понятий, а уж тем более написанный хорошим русским языком в России просто никому не под силу. А потому представители министерства поведали журналистам, что с этого сентября историю будут преподавать по-новому, но вот учебник пока не готов. Как уж это будет по-новому да без нового учебника, и что на это скажут учителя, которым надо уровень знаний школьников оценивать, да и преподавать, и требовать от учеников ответов, можно только предполагать. Но уж такова она, наша система образования, мягко говоря, не скучная до того, что за голову схватишься. Еще некоторые известия про начало нового учебного года, который придет не только в школы, но и в институты с университетами. Речь пойдет не только о процессе образования. Например, не секрет и не тайно, конечно, что у нас в МЕДИ приобретают почетную профессию врача-студенты из африканских стран. Также не тайно, что из Африки пришел в Европу тревожный привет в виде смертельно опасной лихорадки Эбола. Волна заболевания высится все выше, и это не может не беспокоить. Пара десятков африканцев учатся в нашем медуниверситете и сейчас. Есть информация, что все, кто уезжал на жаркую родину и вернулся оттуда в российскую Альма-Матер, проверят на предмет Эбола. Причем проверять африканцев придется не раз, поскольку инкубационный период зловещей лихорадки может длиться до нескольких недель. Осматривать медики будут и других иностранных студентов медуниверситета. Подробности на этот счет мы рассчитываем получить от сотрудников ВУЗа в пятницу. А пока напомним некоторые сведения о лихорадке Эбола. Геморрагическая лихорадка Эбола – это очень высококонтрагиозное заболевание, летальность при котором достигает до 90%. К сожалению, какой-то специфической профилактики данного заболевания нет. Лечение симптоматическое характеризуется оно чем? Оно характеризуется высокими цифрами температуры, то есть 39-40. Симптомы общего недомогания, то есть вялость, слабость, головная боль. Наличие мартралгии, то есть когда болят суставы коленные, голеностопные. Ну и появление геморрагической сыпи. Ну а сейчас в связи с тем, что в общем-то миграция такая население, когда люди у нас летают во все экзотические страны на отдых, в том числе в основном как-то характерно для африканского континента, то, конечно, завоз лихорадки Эбола и он может быть и к нам в Европу. Поэтому надо быть всегда на стороже. К сведению, российские врачи разработали новую вакцину против лихорадки Эбола. Министр здравоохранения России Вероника Скворцова сообщает издание РИА Новости, поведала прессе, что лекарство имеет положительный результат до клинических испытаний. Так что, может быть, не так страшна. Вскоре будет эта самая Эбола, как ее описывают все те же репортеры. Продолжаем программу. Сегодня провела общее заседание Рязанская городская дума. Слушал парламентариев и вникал в ход их размышлений Глеб Галушкин. На заседании Рязанской городской думы депутаты рассмотрели более двух с половиной десятков вопросов. Наиболее острой стала тема отключения горячей воды в трех домах по улице Новостелов, что в Дашковой песочне. Таким образом, руководство муниципального предприятия РМПТС решило взыскать долги с местной управляющей компанией. Однако из-за такого решения пострадали сотни жильцов. Когда принимаются такие решения руководителям, то я считаю и мои коллеги считают, что это неправильно. Поэтому сегодня на заседании Рязанской городской думы мы рекомендовали настоятельно администрации, чтобы администрация исправила ситуацию в этом районе, чтобы наладить горячее водоснабжение в этих домах, решать вопрос правильно, решать вопрос с учетом интересов людей, решать вопрос в индивидуальном порядке. И это необходимо сделать. И сегодня Рязанская городская дума выразила недоверие директору Рязанского муниципального предприятия РМПТС Леониду Викторовичу Хатулеву за такие решения, которые действительно приводят к напряженности обстановки социальной. Еще одна тема заседания – перераспределение средств в городском бюджете на 2014-й и на плановый период 2015-го и 2016-го годов. Доходы увеличиваются почти на 400 миллионов рублей, в том числе за счет трансфертов из бюджетов вышестоящих уровней. Изменения идут в интересах жителей, они большей частью направлены на решение важных социальных вопросов. Ну, например, идет увеличение статьи расходов по программе переселения извертых аварийного жилья и муниципальной доли в подобных расходах. На заседании шла речь и о подготовке к началу нового учебного года. Как заявил начальник управления образования администрации Рязани Виталий Еренкин, все школы города к началу занятий готовы. Еще известие от муниципалитета. В Рязани работает горячая телефонная линия по коммунальным вопросам. Ее задача – дать возможность горожанам получить ответы на многие вопросы, например, о тарифах на услуги. ЖКХ, ремонте и содержании жилья, о вывозе мусора и благоустройстве территории и так далее. В сегодняшней программе материал Оксаны Тебенихиной, наблюдавшей за тем, как эта самая линия работает, насколько она эффективна и вообще востребована горожанами. По поручению губернатора области Олега Ковалева, в Рязани с 1 августа начала действовать горячая линия по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. С понедельника по пятницу с 9 утра до 5 вечера рязанцы смогут узнать все интересующее их профильную информацию. За месяц работы горячей линии поступило порядка 600 обращений. В основном они связаны с ростом тарифов, с установлением нормативов на жилищно-коммунальные услуги, на общедомовые нужды и, скажем, с получением мер социальной поддержки и с управлением соцзащиты. Также с помощью горячей линии каждый горожанин сможет озвучить свои недовольства, связанные с качеством обслуживания жилья. Ну а специалист-оператор, выслушав претензию звонящего, примет решение и переведет ваш звонок на необходимый номер. Итак, дорогие рязанцы, доставайте ручки и записывайте телефон городской горячей линии. Он несложный. 40 45 90. Не только к русскому с математикой готовятся рязанские ребята накануне сентября. Отчаянным парням вскоре предстоит отстаивать цвета области в хоккейных матчах, которые у спортсменов проходят предельно бескомпромиссно. Сегодня Глеб Галушкин привез материал, снятый на тренировке рязанских хоккеистов в Ледовом дворце. Хоккейный клуб Рязань, по словам тренеров, завершает предсезонную подготовку. В августе команда провела серию контрольных и товарищеских матчей. И что приятно, рязанские хоккеисты чаще одерживали верх. Надо сказать, что в июне у команды сменился наставник. Главным тренером хоккейного клуба Рязань стал Вячеслав Викторович Уваев. Сам Вячеслав Уваев воспитанник московского «Спартака». Играл на позиции защитника во многих клубах, в том числе и иностранных. Из тренерских достижений пока можно назвать участие в финале Кубка Харламова молодежной хоккейной лиги с командой «Красная армия», которую он возглавлял в 2011 и 2012 годах. Контракт с хоккейным клубом Рязань подписан сроком на один год. Не хотелось бы, да, оглядываясь на прошлые сезоны. Я думаю, что мы ставим для себя задачу за то, что мы будем биться в плово. Понятно, что и руководство поставит перед нами те же задачи. Потому что, вы сами понимаете, в спорте мы в большом спорте, потому что это профессиональный спорт. Естественно, что без задачи, которые стоят перед собой, которые стоят перед тобой, невозможно. В тренерский штаб Уваева войдут и рязанские специалисты, работавшие с командой и в прошлом году. А это Олег Курин и Олег Бурсуков. Сейчас команды готовятся к турниру в Воронеже. А уже 9 сентября наши проведут свой первый матч, причем на выезде, в рамках чемпионата высшей хоккейной лиги против подмосковного «Динамо» из Балашихи. На сегодня у нас все. Продолжит нашу информационную линейку программы подробностей. Евгений Зызин поведет разговор с главой Рязани, председателем Гордумы Андреем Кашаевым. А мы расстаемся с вами до пятницы. Всем удачи, до новой и скорой встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин